здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор буквально вчера я включила youtube и наткнулась на интервью лукашенко которое я не могла оставить незамеченным потому что ну во первых мне самой стало интересно что же скажет президент белоруссии по поводу того что российские войска в начале этой так называемой свого которое на самом деле называется войной как российские войска пришли под киев со стороны белоруссии и вообще ну как бы из первых уст узнать это эту информацию во вторых когда я стала смотреть это интервью меня меня поразило просто количество манипуляций ну первые буквально две-три минуты там было как минимум шесть манипуляций со стороны обоих собеседников и вообще я даже поинтересовалась кто такая вот эта журналистка диана панченко на самом деле она не такая укрой ну как вот представь она здесь представлена как украинская журналистка да но на самом деле конечно же она не давно уже не представляет интересы украины она давным давно пророссийская журналистка и когда даже работала в украине судя по всему она была под крылышком у медведчука или ну в общем там много слухов поэтому я не не буду здесь разводить сплетни но для того чтобы никого не сбивать с толку я скажу что она конечно же не со стороны украины задавала вопросы хоть и пыталась нам представить это именно так но это одна из манипуляций которые которые тоже мы сегодня затронем но давайте все таки я не буду долго рассуждать а мы окунемся прям сразу в эти манипуляции я вам покажу первые шесть манипуляций сразу в первом же фрагменте и это будет довольно интересно потому что в жизни вы тоже можете такое встретить именно с точки зрения обучения очень интересно разбирать именно вот лукашенко да он манипулятор махровый да еще и жесты у него просто потрясающе знаете вот я как у пьяного ой как у трезвого на уме у пьяного на языке так вот с этой точки зрения лукашенко просто шикарный экспонат для разбора поэтому я взялась его разбирать и давайте я включаю первый фрагмент александр григорьевич во первых спасибо что пригласили отношения между украина и белоруссию переживают не лучшие времена но то что вы согласились на этот разговор уже вызывает надежду и отдельно для зрителей скажу что вы накануне сказали никаких запретных вы видите что когда она говорит о том что он обещал ответить на все вопросы мы прекрасно понимаем обещать не значит жениться тем более случае с лукашенко это действительно так кроме того когда она она это произносит она качает головой нет что говорит все таки о том что цензура там очень сильная было но надо представить именно так что действительно он такой либеральный и готов отвечать на все вопросы ну ладно давайте поверим дальше просто в никаких запретных тем за это отдельное спасибо это так общая формула отношений с теми журналистами с которыми ты разговариваешь которых ты приглашаешь против на случай зачем видите как много пожимания плечами то есть много было сомнений кого именно приглашать и с кем о чем именно говорить но а тем не менее зачем то он это интервью дал и ну я думаю что в конце мы с вами подумаем зачем вы человек слова этот разговор вы пообещали мне еще два года назад но тогда к сожалению нам помешала война видите очень подкупает то что она называет без ужимок называет это не сво а войной и тем самым она как бы встает на сторону украинцев которые ну действительно это же война россиянам сложно даже произносить это слово но и тем самым но мы как бы понимаем что она своя да вот если бы я не не стала интересоваться кто это такая я бы наверное поверила что это со стороны украины ну вот взяли журналиста который вот прям настроен на то чтобы война закончилась и все такое как бы я бы может поверила но почитайте на википедии про нее и вы поймете кто это такая но тем не менее она очень четко гнет свою линию первое она называет войну войной дальше следующее я встретила ее в киеве то есть она еще говорит о том что она встретила это в киеве она ну действительно стала как бы потерпевший да и это тоже усиливает ее позицию как стороны вопрошающий да как стороны как бы другой стороны как бы вот знаете такой диалог который ну две противоположные стороны она пытается создать вот эту иллюзию что беседуют две противоположные стороны да и от этого беседа обещает быть интересной то есть главного оппозиционного журналиста но в первую очередь то есть она не просто журналист а главный оппозиционный журналист то есть глава то есть она фигура значимая тем самым она еще больше усиливает свои позиции то есть все свои регалии она нам показывает демонстрирует для того чтобы мы внимательно слушали о чем будет идти речь да то есть если ее пригласили значит это будет интересно если она задает вопросы статусе гражданки украины и то есть она как все украинцы которым сейчас которые сейчас переживают ужасы войны она гражданка украины чем она еще больше подкупает вот если я не залезну вот не стала интересоваться кто это такая я бы наверное есть есть стала верить понимаете и вот наверное многие кто смотрел это интервью возможно что вот так вот и поверили но давайте миллионы украинцев я очень хорошо знаю что это такое что такое война 24 февраля видите а дальше она с трудом подбирает слова потому что те кому она сейчас служит ей нужно все-таки соблюдать к этим людям лояльность да а с другой стороны ей надо держать позицию вопрошающий да и поэтому вот здесь вот пошла уже заковырка потому что но ей надо произнести те слова которые будут обвинением против той стороны который сейчас она подчиняется которой она сейчас служит как известно она пророссийская журналистка сейчас на данный момент в российские военные пересекли границу украины с территории беларусь и будет нечестно и не искренне если я не скажу вам что видите игра в честность это тоже такой ул такая уловка когда человек говорит но честно говоря и начинает вот бить себя в грудь и утверждать что-то на самом деле в данном случае это чистейшая манипуляция то есть вот это вся под все вот эти пункты по поводу того что я своя я вот вот я за украину но это все было при было предисловие да и вот это вот еще один одна ступенька предисловия то есть я че я хочу быть честной да я хочу быть искренней со своими слушателями и прочее бла-бла-бла а дальше идет уже беседа ну четко регламентированная и четко ну давайте смотреть то миллионы украинцев ждут от меня именно этого вопроса да вы не единожды говорили что украина первое готовила нападение и опять же будет нечестно если я не скажу что многие наверное подавляющее большинство не верят чтобы вы сказать видите играет в принципиальность и говорит действительно правду и вот знаете когда вот человеку надо сказать неправду или когда ему нужно сманипулировать максимально человек опытный будет вплетать в эту неправду правдивые факты и вот в данном случае она вот прям четко вплетая правдивые факты нас убеждает в том что она на стороне украины в очередной раз да али всем этим людям не верят что украина тогда готовила нападение 1 видите как она жалобно произносит это то есть ну вот поймите меня но но многие не верят объясните пожалуйста да ну как бы получается преступника просят чтобы он но по сути ведь это же произошло преступление да но она преступника уговаривает ну сознайся пожалуйста но но вот просто тебе не верят но это не сходятся факты но пожалуйста признайся но чтобы вы сказали этим людям возможно в нескольких предложениях вы знаете мне трудно добавить к тому что я сказал и вот тут вот очень интересная манипуляция знаете вообще ну во первых он ничего не сказал да вот может быть они там перед интервью о чем-то разговаривали но нам этого не известно ну то есть он отсылает к тому что он уже сказал ищите дорогие друзья что я вам сказал то есть отсылка к чему-то это манипуляция не более того то есть первый пункт я вычитаю вот то есть он два пункта приводит первый пункт ну что он сказал я лично не знаю что он сказал может быть вы мне подскажете напишите в комментариях может быть вы в курсе того что он сказал потому что вот как бы не знаете так вот повисло в воздухе первый аргумент повис в воздухе и ничего не значит идем дальше этого пир во вторых даст территории беларуси отдельные части смотрите он говорит часть правды до которая уже доказана от этого отпираться уже смысла нет поэтому он это произносит и смотрите как обтекаемо он это произносит отдельные части то есть моя вина совсем маленькая что там те части так это такая мелочь по сравнению с мировой революции и вообще это такая ерунда ну 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 зашли кто-то ну 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 что с этого ну что что чем я виноват но вот это обесценивание своей вины говорит о том что он чувствует эту вину и вообще в принципе почему он это интервью затеял а я думаю что сейчас пришло время ему начинать оправдываться для чего он это делает напишите мне в комментариях как вы думаете либо он уже пытается покинуть тот корабль который тонет либо он готовится какой-то предвыборной гонки либо они уже там как-то делят территории какие-то я не знаю что происходит но сейчас именно он стал оправдываться это все неспроста это как говорит винни-пух это же неспроста да ну и говоря что не так уж я виноват это по сути признание вины но это знаете вот манипулятивно так он гуляет вокруг да около да как бы и вообще я ни в чем не виноват и вообще я мимо проходил но на самом деле все это не так и он прекрасно это понимать но ему надо оправдаться в наших глазах отдельные части видите когда он говорит смотрит вниз это либо вина либо он вот то что было он вспоминает то что он прочувствовал да значит вот это тактильная область когда мы смотрим вниз мы тактильно вспоминаем то что на самом деле было как правило это происходит когда человек вспоминает именно прошлое да и поэтому здесь действительно это все было и это правда ну вот это часть правды которую он произносит и смотрите сейчас будет пауза перед фиксации того что вот ну вот самого заявления да где он действительно заявляет о том что он нарушил пересекли границу украины но отвечая на этот вопрос недавно я так видите а теперь смотрит вверх то есть смотрите сначала они до пересекли вот здесь он правду говорил а теперь он пошел фантазировать взгляд пошел наверх то есть ну как бы вот визуальные образы он сам себе придумывает и смотрите рука к подбородку потянулась потому что ему нужно немножко успокоить нервы это манипулятор когда мы притрагиваемся к частям тела или там еще как-то пытаемся закрыться это значит мы волнуемся вот эту часть наше тело не хочет говорить и поэтому вот это вот происходит это волнение и поэтому рука тянется к лицу и потом он быстро и и одергивает казуистично высказался почему российская войска суждена казуистично а сейчас вот на самом деле специально это еще одна манипуляция использование слов которые не все поймут и постесняются спросить даст бы и подумают что это действительно слово которое ну что-то значит да и как-то подтверждает его правоту но на самом деле казуистически это запутанный крючкотворный софи софистический крючкотворский к казуистич ой боже мой но это это фантазии да это фантазии которые призваны запутать собеседника да и вообще использование этого слова говорит о том что вот я придумал себе да я так фантазировал и для того чтобы вас сейчас запутать я произношу это слово по большому счету но многие из вас наверняка не знают что это за слово я тоже кстати не знала что это за слово я обратилась к этому поисковику для того чтобы выяснить что это за слово да безусловно мы все учили литературу мы все люди грамотные но мы не должны знать все слова и вот это вот использование неизвестных слов это манипуляции вот если вам начинают вас какими-то терминами грузить и вы стесняетесь спросить не стесняйтесь спрашивать потому что это чаще всего манипуляция понимаете для того чтобы запудрить вам мозги и в данном случае это слово даже и обозначает чтобы вам запудрить мозги вот запутанный поэтому это это просто он он сам себя палит пистично высказался почему российские войска пересекли границу белоруссии украины видите как долго он произносит опять это слово ну вот это вот все конструкцию да потому что он думает что ему сказать ему нечего сказать ему его тело сопротивляется тому чтобы что-то сказать правдоподобное но ну потому что та версия которая на самом деле было лучше ее не произносить поэтому он выискивает чтобы нам с вами как бы нам запудрить мозги и поэтому вот такая длинная конструкция в районе чернобыльского региона это спросите у зеленского но браво логика наши все но я просто я аплодирую стоя это значит смотрите получается что мы на по ну то есть там мы с другом отдыхали а потом этот друг напал на соседа и вообще спросите у соседа почему мой друг решил пойти и напасть на него этот бред полный ребят но это знаете такое абсурдище но он я не знаю кстати может быть кто-то из вас поддерживает и понимает вот посмотрел это интервью и понял его позицию и вот вы один из тех кто писал комментарии под тем интервью напишите мне тоже почему вы написали там комментарий поддержку мне интересно знать ну вот именно я интересуюсь вот у тех кто писал комментарии в поддержку вот объясните пожалуйста чем но почему вы в это верите объясните может я чего-то не знаю да вот Напишите мне в комментарии, пожалуйста, свою позицию, почему вот эти все манипуляции вы вообще потребляете. Но на самом деле это такие детсадовские манипуляции, которые, знаете, хоть немножко логику, если включаешь, то вот на каждом пункте происходит взрыв мозга, и ты понимаешь, а где здравый смысл, где он? Да, ну давайте дальше, ну там дальше еще интереснее, чем дальше в лес, тем толще лесники, да, или как, ну в общем, вот так вот. Российские войска пересекли границу Белоруссии и Украины в районе Чернобыльского региона. Это спросите у Зеленского. Мы проводили учения. Ну да, это мы уже только что видели, да. Это вот первые минуты просто диалога, да, это просто атаск. Обычные, плановые, очередные Беларусь и Россия на нашей территории. Закончилось учение. Российские войска начали выводить с территории Беларуси, которые были на учении. Технику грузить, это были восточные регионы. Войска фактически с Дальнего Востока начали выходить. А почему Путин через Киев начал выводить войска на Дальний Восток? Задайте Зеленскому этот вопрос. Он вам ответит быстрее. Но обвинять меня в том, что Путин через Киев поехал во Владивосток, можете у Путина спросить? Да, вообще браво, браво, логика здесь и не отдыхала. Но, знаете, переводя это на гопстопский язык или гопстоповский, вот мы с ребятами отдыхали, да, у нас плановые учения, мы тут в качалке качаемся у нас во дворе, да, вот они пришли, ребята с соседнего двора пришли ко мне во двор покачаться в качалке. Ну вот у нас там тренажерчики, мы там качаемся. А потом ребятам стало скучно, и они решили пойти в соседнем дворе пограбить квартиры. И что, нет, не в соседнем, в соседнем магазине, да, а грабить соседний магазин. А вообще, а что, слушайте, ну он вообще стоит на ходу у наших ребят, да, вот он вообще, ну пусть в стороне даже. Ну мои друзья, они любят широко шагать там, но немножко с пути сбились, пить захотелось, да. А что, магазин закрыт оказался, вот они разбили витрины, они залезли там, не только попить взяли, но и поесть, и денег взяли. Ну а что им, с пустыми руками что ли идти? Ну вот такая логика, понимаете, бандитская логика. И это нормально, а что, спросите у этого хозяина магазина, а что это он тут поставил свой магазин вообще? Ну либо у них, у самих спросите, а я-то тут при чем вообще? Да, ну в принципе он-то ни при чем. Но вот то, что он защищает сейчас вот этих вот бандитов, которые напали на магазин, вот это вот как раз вызывает вопросы, да, и продолжает за них заступаться, продолжает держать этих бандитов у себя во дворе для каких-то целей. Ну вот как бы вот это вот меня сильно смущает. И да, виноваты все, кроме меня. Ну и вообще, почему именно сейчас? Вот это вот у меня вызывает вопрос. Да, то есть такое, знаете, обесценивание ситуации сплошное, как бы ерунда. А дальше, вообще просто браво, дальше манипуляции давайте, седьмая, восьмая. Ко мне вы претензий не можете предъявить. Ни одного белоруса там из нашей армии не было. Мы эту границу не пересекали. А вот вы нас провоцировали. Я рассказывал о четырех. Видите, и карта положена здесь не случайно. Это на самом деле такой, опять-таки, манипулятивный прием. Это используется для того, чтобы лучше воспринималась информация. И кроме того, это отвлекает внимание от самого выступающего. То есть он здесь может, ой, простите, тут у меня музыка включилась. Он может здесь так угодно давать эмоции, да, но этого будет незаметно. Все сконцентрируются на том, что будут смотреть на какую-то карту, которая вообще ничего не значит. Которая вообще, в принципе, здесь такой атрибут, ничего не несущий никакой информации, а чисто отвлекающий внимание. В подразделениях ваших, в основном вооруженных точка-у ракетами, которые разместились вдоль границы. И нам пришлось во время этой операции. Так все-таки нам пришлось, да, то есть это не мы, но нам пришлось. То есть тем самым он отождествляет себя с этими друзьями, которые напали на магазин. Ну да, этот хозяин магазина, мерзавец, вообще поставил сигнализацию в своем магазине. Вообще, какое он имел право? Если его магазин находится рядом с нашей вообще, с нашим двором, то он должен вообще с открытыми дверями находиться. Когда мы захотим попить, мы не должны вообще разбивать витрины, мы должны просто заходить и брать все, что нам хочется. Вот так вот он должен жить. А он, мерзавец, поставил сигнализацию. Мало того, что двери закрыл, еще и сигнализацию поставил. Ну это вообще, ну неслыханная наглость. Ну примерно это он и говорит, понимаете. Дальше. Потому что это ничего не изменило, это ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем. Видите, по поводу Крыма, смотрите, расширяется ступней. И это говорит о том, что он здесь еще и захватил неплохо. То есть ступня, она тоже сигнализирует состояние человека. И я это вот сейчас по ступням показываю, потому что дальше будет очень интересный вопрос, на который он ответит. И вот по ступням мы поймем, что там происходит. А именно про Путина. Да, он там изо всех сил старался сказать нам какую-то информацию, но между строк он дал нам другую информацию. Именно с помощью ступней. Вот что касается Крыма, то там он поимел новой, ну не территории, а ну в принципе можно считать там территорию или какую-то прибыль. То есть когда человек больше занимает ступней, да, вот расширяется ступнями, то это значит, что он расширяет свое влияние. Идем дальше. Видите, да, как ступней он ведет. Они приезжали к нам, просили у нас еще в тем временем определенной помощи, автобусы, автомобили, еще что-то. Пожалуйста, покупайте. Активно продвигают тезис, что уж там большинство людей думают, что все, что сейчас происходит между Украиной и Россией, это имперские амбиции Путина или Путин сошел с ума. Нет, вот, Диана, то, что Путин не сошел с ума, это он сто процентов могу сказать. Вот смотрите, как пяточка гуляет. Неуверенность, волнение, при этом максимально уверенно произнес это голосом. То есть это разбалансированность двух источников информации. Вот это вот прям сигнал того, что он пытается нам внушить одно, а на самом деле происходит совершенно другое. И это вызывает в нем как раз опасения, замешательства и так далее. То есть все-таки он сомневается в дееспособности Путина. Имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал, но сам думаю, что... Видите, а часть информации он подтверждает для того, чтобы максимально вот эту свою ложь обернуть в правду. Вот эта вот игра в искренность, да, как бы я понимаю его, он же руководит большой страной, да. Да, это, ну, у каждого может вот это вот взыграть, да. Я, может быть, даже это и есть, но это, ну, как бы вот, вот это уже такая минимальная информация. Самую важную информацию он нам сказал сейчас, постарался сказать уверенно, да. Но пяточкой, ну, как бы все это нам показал. Но дальше он, ну, как бы вот эта вот искренность, да, как бы, ну, дает небольшую, небольшую долю, скажем так, Путину такой человечности, какого-то недостатка, да. То есть тем самым приближая его к каждому из нас, ведь у каждого из нас есть недостатки. И даже если он обладает каким-то вот таким вот качеством, да, что вот имперские амбиции, ну, это же такая ерунда по сравнению с мировой революцией, да. Но на самом деле он не псих, совсем не псих. У руководителей больших государств всегда грудь распирает. Грудь распирает, да, конечно, грудь распирает. А следующий фрагмент, вот по поводу отношения к украинцам, прям показательно, знаете, вообще на самом деле, вот я думаю, что там очень много неприязни именно к украинцам. Причем это давным-давно у него, еще со времен его молодости, вот его, когда он был директором колхоза или как там, кем он был изначально. Вот сейчас он расскажет историю, где он невербально расскажет на самом деле отношения к украинцам. Я в Крыму давно не был, наш санаторий, я люблю Украину безмерно, потому что мои корни там. Видите, как он говорит, люблю Украину безмерно, но отталкивает ладонью и недостаточно открыто ей показывает, да. То есть он как бы пытается этот открытый жест показать, но недостаточно его открывает, что говорит о том, что все-таки он предпочитает как-то отгородиться. Вот больше на этот жест похоже, чем на этот, понимаете. Поэтому, ну вот здесь вот я люблю украинцев, это не совсем правда. Он остерегается украинцев и старается быть подальше от украинцев. Быстро вернул руку в замок. Моих прадедов, там не знаю, что может кого-то. Я искренне люблю эту страну и этих людей. Даже некоторые западенцы, западенцы, эти западные националисты. Они у меня, когда директором сельхозпредприятия работал, каждый год ко мне приезжали зарабатывать зерно. Видите, иллюстратор деньги, вот это потирание пальчиков, активизация энергии. Я вам про это говорила. Потому что в Карпатах особо не вылезли. Такие трудяги, я всегда в пример ставил. И им всегда в два раза больше. Видите, ноги сдвигает. Он их боялся. И дальше рука на колено положил. Они затрагивали его гордыню. На самом деле там не такие уж у него приятные отношения и воспоминания с украинцами. Видимо, как-то они его ставили на место. На своем транспорте туда, в западную Украину, чем они зарабатывали. Это величайшее уважение к этим людям. Видите, ногой отодвигает и лацкан пиджака закрывает. Отклоняется. И что говорит о том, что он предпочитал держаться подальше от них. А вовсе не любил их. Я не знаю, что там у них происходило. Но, судя по его жестам, они его здорово напугали еще в бытность его деятельности. И сейчас он до сих пор это помнит. И сейчас он до сих пор опасается украинцам. И правильно, в общем-то. Да, следующий фрагмент. И он правду сказал, когда сказал, что мы еще и не начинали. Да, кстати, прежде чем начать этот фрагмент, я должна сказать, что вот здесь вот как раз будут те места, где он откровенно врет. Я заметила, что там, где он что-то недосказывает, там, где он скрывает информацию, он закрывает лацканы пиджака. И я собрала для вас все эти примеры для того, чтобы вы видели. Ну, степень вранья тоже по степени закрывания пиджака. Вот он, знаете, как открытая книга. Его вот наблюдаешь и видишь, где правда, где ложь. Давайте пронаблюдаем. Фрагмент довольно длинный, но интересный. Там затронуты основные темы вообще, которые он нам с вами поведал. И там действительно вы все поймете, если будете учитывать закрывание пиджака, лацканов пиджака. Мы понимаем, что когда человек закрывается, то это значит, что он что-то скрывает, что-то не хочет говорить. И у него прям четко лакмусовая бумажка по поводу его вранья. Давайте. И потом, не буду говорить там о причинах, вы, наверное, знаете, войска России, которые были на окраинке, ушли оттуда. Ушли. Да, какие причины? Ну, я думаю, те, которые здесь озвучивать, он не хочет и боится. Боится слить что-то лишнее. Не знаю, что за причины. Кстати, напишите, почему они так быстро ушли. Я догадываюсь. Я Арестовича смотрела. Но мне интересно все-таки. Получается, что вообще другие участники объясняют это, а вот этот человек, который заступается за Россию, он как бы не объясняет. Это, конечно же, наводит на мысли о том, что облажались россияне в данном случае. Но напишите вы в комментариях вот этот фрагмент, почему он так закрывается. Ну, у него есть что сказать, но он этого не скажет, потому что это идет в разрез с той линией, которую он нам с вами принес. И никакой Зеленский там ничего не отражал. Путин потом отвел эти войска. Вот что с вами будет. И государство, как Украины, нашего с вами государства не будет. С какой вообще, с какого перепугу нашего с вами вообще, какое он отношение имеет к суверенному государству Украины, я не понимаю. Вообще, что получается, раз ограбили магазин, так что теперь магазин стал, как хозяевами стали все, кто, все дворы, которые расположены вокруг этого магазина вообще. Я не понимаю, что происходит. Вообще, бандитские какие-то у него наклонности. Одной земли нашей, вашей и моей. Это предрешенная уже история? Если вы сейчас не остановитесь, это будет. Если сейчас вы не сядете за стол переговоров... Видите пиджачок? То есть, сядете за стол переговоров... Россия предлагает это. Вы не хотите. Что-то спрятано за столом переговоров, и что-то... Какие-то интриги там точно будут. Хотите, не надо. Украина не победит, она проиграет. А если Украина проиграет окончательно, вот как я вам говорил, здесь и здесь удастся россиянам продвинуться, ну, тогда проиграет весь Запад. Поэтому им надо... Видите? И закрывает опять. В нужный момент дать сигнал. Садитесь за стол переговоров. Кстати, вот это вот закрывание говорит и о слабой позиции. Да, он пытается нам внушить свою сильную позицию, но скрывает то, что позиции не так сильны. Ну, то есть все, что он говорит, надо трактовать, ну, вычитать от той информации. Если он говорит какие-то уверенные вещи, то делите на 10. Потому что вот закрывая пиджак, он не уверен. Он что-то скрывает, понимаете? И говоря неуверенные вещи, он тоже может что-то скрывать, но уже в этом случае какие-то козыри он скрывает. Да, то есть вот то, что он говорит, надо делать наоборот. Надо считать, что наоборот, как послушай женщину и сделай наоборот. Вот в этом случае это действительно так. Хорошие страны, мы не против, но мы здесь можем вести переговоры. Дальше Зеленский заметил какую-то угрозу к тем, кто организовывал эти переговоры. Ну, конкуренция так называемая политическая. И там тоже пиджачок. То есть все-таки была какая-то угроза. Зеленский заметил не просто так. И он сейчас скрывает. Если вы не переступите нашу границу, украинцы, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В горячей. Видите, и закрывает пиджачком. А потом много всяких но, много всяких условий. В горячих не будем условия. Еще что-то. Ну, мы не дадим своих друзей в обиду. И прочее, прочее бла-бла. То есть мы не будем участвовать. Ну, то есть закрывая пиджаком, он говорит о том, я вру. Я все вру. В этой войне. Но помогать России мы будем всегда. Это наш союзник. Поэтому мы не будем медлить и наблюдать. Как только агрессия против нас, мы, согласно плану, планы, конечно, я их публично утвердил. Видите, опять пиджачок. То есть плана нету. Плана нету. И я там в следующем фрагменте объясню, почему. Я, конечно, не рассказал об этих планах, конкретно какие они будут. Но мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Поэтому мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия. В противном случае, ну что, мы безумцы. Мы не хотим этого. И не будем это делать. И не исключайте применение ядерного оружия. Видите, опять пиджачок натягивает. Будем делать, когда нам прикажут. Это вертикаль и, как вы ее называете, диктатуру. Дисциплина, то есть. Дисциплина, порядок. Они способствовали консолидации вокруг этого столпа. Всего народа. Ну и нам все-таки удалось достучаться до людей, донести им, что надо делать. Я часто своих некоторых упрекаю. Идите, учитесь в украинцах. Богатейшая традиция. Все это надо по крупицам сегодня восстанавливать. Поэтому иногда вот так я думаю. А вот что бы я делал? Ужас мне страшно становится. От того, что там надо сделать. Боже мой. Ну такой прям болеющий за украинцев, за всех. И за весь вообще... Это просто такое лицемерие. Это в кубе, в квадрате, в абсолюте. Ладно. Бог с ним. Но знаете, вот противоречия такие очень бросаются в глаза. Давайте покажу вам. Дополнительно 70 тысяч войск ничего не дадут. У них хватает. То есть я маленький. У меня всего лишь 70 тысяч войск. Это что? Это ерунда вообще. Как я могу там как-то участвовать в этом всем? Да, то есть это сейчас такой спич для Путина. Я маленький, я беззащитный, я не могу помогать. Но... Это живой силой техники. Поэтому вовлекать Беларусь. Но это дополнительно ничего не... Что это даст? Вот вы мне скажете, что это даст, если мы начнем воевать против Украины? Ничего. Если со стороны Польши... Не проходит и там нескольких минут. Литвы, Латвия. Начнется агрессия против нашей страны. Мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. Понимаешь, что у нас кое-что есть. Кое-что есть. И удар будет неприемлемый. Только что ничего... У нас ничего нету. Да мы тут вообще бедные и несчастные. Да, у нас и воевать-то некем. Ну, если Польша нападет, у нас есть чем ответить. Это противоречия такие. Ну, для детского сада. Я не знаю, кто ему верит. Но кто-то, видимо, верит. Отзовитесь в комментариях, кто ему верит. Дальше. Вот еще один фрагмент хочу вам показать. По поводу того, как уже разделили Украину и что там будет. Вот меня это, конечно, очень сильно, ну как, не расстроило, а насторожило. Давайте посмотрим. Украина будет другая. Она будет... Во-первых, у власти будут люди более осторожные. Видите, поправляет галстук и расширяется. Это, ну, во-первых, самопрезентация. Галстук поправлять. И расширение, это уверенность в себе, да. И в данном случае, я не знаю, это либо будут те, кто нам понравится. Либо он сам положил глаз на Украину и хочет там руководить. Либо он будет среди тех, кто будет играть ключевую роль в распределении власти. Ну, он так считает, на это рассчитывает. И вот это вот жесты говорят о том, что, возможно, именно для этого он и дал это интервью, чтобы сейчас нам всем показать, как он болеет за украинцев, как он на стороне украинцев. Там много-много всего, всяких манипуляций было произнесено для того, чтобы украинцам сказать, да я же свой, да мы же братские народы. И даже то, что там на вас напал этот мой друг, и я за него до сих пор заступаюсь, это ничего не значит. Я-то хороший, как бы говорит он. И мы должны все поверить, что он хороший. Понимаете? Вот галстучек поправляет, расширяется. И вот это вот умные, хитрые, если хотите, толковые люди, которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения. Да. Ну, в общем, вот такой получился разбор. Там много всего интересного он сказал. Но это все такая, знаете, детсадовская какая-то манипуляция сплошная. Вы можете написать свое мнение по поводу этого интервью. Под этим видео я помещу ссылочку на то интервью, и вы можете его посмотреть. Не пожалеете. Довольно интересно и забавно это все. Хотя, конечно, ну, просто цинизм зашкаливает. Понимаете? Я просто показала вам некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Да, вот прям откровенная ложь, которую он пытается нам всем впарить и втюхать. Да, и напишите свое мнение, в связи с чем он вообще вышел на это интервью, зачем он сейчас начал вот это вот все развивать, эту тему. Да, безусловно, он обладает политическими амбициями. Сейчас, тем более, он разрулил этот бунт этого Пригожина. Он сейчас на коне. Может быть, он развивает эту тему для того, чтобы добавить себе политических очков каких-то или еще что-то. Вот напишите свое мнение, чего стоит ожидать от него в связи с этим. Это все неспроста, понимаете? Вот то, что он сидел-сидел, а сейчас начал давать интервью, это все для чего-то. Для чего это? Скажите мне, пожалуйста. Да, я хочу попросить вас, если вам понравился этот разбор, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Напишите свое мнение по поводу того, что вы считаете, что я затронула, чего не затронула. Да, если не нравится, ставьте дизлайк. Ну, в общем, пишите, как... Давайте мне обратную связь, мне очень интересно. Не забывайте подписаться на канал, если вы случайно зашли и посмотрели, получается, до конца. Значит, вам эта тема интересна, невербальное общение. Да, и если вам интересно, можете тему манипуляции, у меня под видео будут ссылочки на все мои курсы. И вот там есть курс манипуляции речевые. Там, кстати, и он представлен со своими этими некоторыми манипуляциями. Но вот если интересно, чтобы не попадать, не становиться жертвами вот таких вот людей, изучайте, изучайте манипуляции, изучайте невербальные сигналы тела, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я с вами на этом буду прощаться. Спасибо вам большое за внимание. Люблю вас всех очень сильно. Даже тех, кто пишет мне негативные комментарии, даже тех, кто ставит мне дизлайки. Но больше всего, конечно же, я люблю тех, кто ставит мне лайки, пишет хорошие комментарии. И это вы понимаете прекрасно, что я человек и люблю, конечно же, позитивные эмоции с вашей стороны. Поэтому, ну что, желаю вам всем, чтобы все это быстрее разрулилось, чтобы над Украиной, наконец-то, было мирное небо как можно скорее. Каждый день мы все молимся об этом и просим Боженьку, чтобы это произошло. И, конечно же, тяжело, тяжело это все переживать. Но я знаю, что добро всегда побеждает зло. Поэтому держимся. Да, все. Всем счастья, благополучия и любви. Пока-пока.